Второй, Дмитрий Луцков, восьмой, Данила Рыжков, шестой, Павел Толмачев, седьмой, Денис Халахин, третий и Дмитрий Шиянов, номер 12. Главный тренер команды Олег Скоробогатый, меня зовут Артем Фигуров. Со счетом 1-0. Ну а уступили динамовцы армейцам. Правда, потом же, также на выезде обыграли крупно Рубин и находятся из-за этого в хорошем расположении духа. И поэтому, наверное, атакуют с самого начала и забивают вот такой вот красивый мяч на седьмой минуте. Арсений Абдулхаликов в касании с левой ноги поражает дальний угол ворот, ну буквально с 11-метровой отметки пробивал Арсений поворотом и даже не прыгнул. Юрин зафиксирован. Максим Юрин, один из лучших бомбардиров UFL 3 этого сезона. Три гола на счету Максима Юрина, а тем временем Акрон, тем временем Акрон удивляет Павел Толмачев. Пользуется, как кажется, ошибкой Егора Плотникова, опережая голкипера в безобидной для того ситуации. Но давайте на повторе смотреть, что же там случилось. Здесь ничего не видно. Тут только сам факт того, что футболист из Академии Коноплева попал в пустые ворота. Это, наверное, не новость. Коноплева или как она называется с начала этого сезона Акрон. Академия Коноплева на десятой строчке. Три матча. Одна ничья и два поражения. А тут что? Побед назревает. Два-один. Академия Коноплева переворачивает игру буквально за 10 минут после пропущенного мяча. Отличается дважды в UFL 3. Вот такой шикарный удар получился под самую штангу. По-моему, и десятый номер Билхима. На партнера. Акрон в атаке. Нужно сделать под центр. Там хорошо открывается Данила Рыжков. Он все еще там, но передача идет на Блохина. Удар в дальний угол. И совсем чуть-чуть не хватает десятки. Акрона... ...для того, чтобы сравнять. Мы с вами видим на общем плане. Ничего не стал добавлять главный арбитр встречи к первому тайму. Хотя событий хватало сегодня не забившего. Но вот случаются такие матчи, когда вроде бы не так плохо играешь. Но соперник уж очень хорош в реализации момента. Момент! Еще один! Вот только я сказал о хорошей реализации. Как будто пытались меня футболисты Акрона переубедить. Комбо в случае совсем и тяжелый стало. А пока шансов немало. Подключение Егора Бурхина к атаке. Пас низом пропускает мяч! Искандеров и как не попадает! Демушкин! Результаты, а про красоту футбол забывают. Удар Ашурова! Ух ты! Кажется, дальней рукой от мяча отражает. Удар Дмитрий Безбородов. Проигрывает силовую борьбу Искандеров. Такое тоже случается. А вот Кононов мяч отбирает и продолжает эту атаку Динамо на скорости. Ашуров на Искандерова пас. Искандеров! Момент! И 2-2! Рамазан Искандеров! Может быть ему здесь и повезло с отскоком, но уже после отскока удачного. Искандеров и пробил неплохо, перебросив мяч через галкипера. Ну и главное, что в створ попал. Ну а Академия Коноплева чуть раньше воскресенья, 28 августа, дома сыграет Састрогино. Это будущие соперники.